Приветствую вас в Елене. Во-первых, не может не бросать в глаза определённого противоречия, которое у вас есть. На мой взгляд, это то, что с одной стороны вы говорите, что ваш сын сильно вас обидел, с другой стороны вы говорите, что хотите с ним наладить общий язык, так вы определитесь. Если ваш сын вас обидел, то как бы это не самый лучший вариант для того, чтобы общий язык находить. Так что тут как-то вы определитесь с него. Потому что это называется обидел, что в первую очередь нужно работать именно с обидами. Вот, в первую очередь нужно работать с обидами. И уже потом уже дальше нужно как бы смотреть, что можно сделать. Да, уже дальше можно и нужно смотреть, чем вам можно помочь в этой ситуации. Ну вот, ага. А пока что, ну если мы говорим про, например, то что вы обижены, то вам это в принципе будет внушать. Нам это будет очень сильно мешать, в общем-то дела. Вот, то что вы, ну, то что вы обижены на своего сына. Вот, это такой момент. Следующий, следующий. В целом, я бы сказал, что довольно серьезная такая вот. У вас есть проблема, проблематика, да? Это проблематика того, что вы обижаетесь. То есть у вас есть какие-то ожидания, как мне кажется. Вот, вы считаете, что эти ожидания должны обязательно исполниться. Вот, они не исполняются, вы фрустрируетесь из-за этого. И в итоге получается, что никакого удовольствия, никакого комфорта, никакого наслаждения. А самое главное, наверное, даже никакой личной ответственности за то, что, ну, как бы, вы сделаете, да? Вы не берете. Вот. И это на самом деле очень серьезная проблема. Потому что, ну, например, вы, скорее всего, знали о том, что происходит между вашей свекровью и вашим сыном, вы знали и все равно оставляли его с ней, как вы говорите, для того, чтобы зарабатывать деньги. И я не думаю, не думаю, что это, что это какой-то такой пустяковый, да? Я не думаю, что это какой-то пустяковый такой повод. Я не думаю, что это пустяковое основание, вот, для того, чтобы оставлять своего сына. Но я также думаю, что если вы делаете сознательный выбор в пользу того, чтобы обеспечивать безбедное существование, то, соответственно, вы соглашаетесь на какие-то перекосы, вы соглашаетесь на какие-то, значит, ну, на какую-то, как бы, на какие-то негативные моменты. Понимаете? Вот. И это, ну, как бы, неизбежно. Это неизбежно. Понимаете? То есть, неизбежно то, что вот, если вы, ну, выбираете, если вы выбираете делать что-то, да, если вы выбираете делать что-то одно, например, например, ну, вот, то, соответственно, что-то другое будет хромать. Ну, вот, это, к сожалению, нормально. Вот. Ага, у меня такое ощущение, что вы считаете, что сын должен, как бы, должен был оценить то, что вы делали для него. Вот. При том, что у него там были люди-ка люди, которые о вас отзывались, ну, достаточно негативно. Вот. Каким образом все это могло произойти, ну, для меня немножко загадка, понимаете? Вот. То есть, для меня немножко загадка о том, как в вашем представлении все это работало. Отсюда, соответственно, и противоречия отсюда, соответственно, и жертвенность ваша отсюда, соответственно, и негатив отсюда, соответственно, и обида, конечно же. Потому что, ну, это вполне нормально, что когда человек имеет некоторые искажённые представления о других людях, о реальности, когда человек не видит реальной картины, когда человек не соглашается внутренне с тем. Со своими действиями, со своими поступками, да, когда человек, ну, грубо говоря, не слишком гармоничен в своих действиях, вот. То вот начинается такого рода проблемы. Вот. На мой взгляд. И это, ну, это нормально. Думаю, сейчас у вас нет другого выбора, кроме, на мой взгляд, кроме как принять своего сына вот таким, какой есть, на данный момент. И просто изменить своё отношение к самой себе, сделав всего, может быть, немножко более ценностным. Вот. Сделав всего немножко более таким, лично ответственным. Вот. Сделав всего немножечко таким, более корректным по, ну, по отношению к себе именно. Ну, вот. И показать, в первую очередь, своему сыну, что вы умеете себя любить. Потому что есть ощущение, что вы себя не любите. Вот. То есть глобальная ситуация выглядит для меня таким образом, что ваши действия привели ровно к тем результатам, которым они должны были привести. Вот. Ну, с учетом тех людей, которых вы выбрали. Ну, в частности, мужа, да, вы выбрали такого мужа. Ну, он, соответственно, так себя ведёт. Если человек изначально был зависим, образно говоря, от твоей мамы, да, от вашей свекрови, то почему он должен был исти себя по-другому? Вот. То есть, основная проблема, как бы, ну, ваша основная проблема заключается в том, что вы к себе относитесь обесценивающим. И, соответственно, если данный момент подкорректировать, чтобы вы к себе относились, всё-таки было, скажем так, более ценностно, если бы вы показали сыну своему, как можно к себе относиться, вот, то было бы гораздо легче. Ну и, конечно, навыки без конфликтного общения тоже весьма пригодились бы вам. Конечно, при условии, только если вы сами этого хотите, то есть при условии, если вы, ну, сами желаете научиться бесконфликтно общаться. Вот. Ну, это уже во многом зависит от вас. Опять же, постарайтесь ответить себе вот на какой вопрос. Для чего мне налаживать отношения с сыном? Зачем? Для чего мне это нужно? Для него ли я хочу это сделать? Или для себя? Да. Потому что, когда вы говорите, что ваш сын не оценил того, что вы делали, чувствуется, что делали вы это в том числе для себя. Поэтому, наверное, в первую очередь нужно решить проблему ваших собственных желаний и потребностей, вот. А уже после этого можно будет и взаимодействовать с вашим сыном. Верно действовать независимо, взаимодействовать максимально, максимально корректно, вот. И таким образом сформировать себе достойное место в глазах молодого человека. Очень важно, какими людьми вы себя окружаете. То, что вы, например, описываете, выглядит как пренебрежение тем, кто рядом с вами. В какой степени. Потому что, вы принимаете откровенно слабого мужа, например, своего. Понимаете ли то, что свекровь живёт с вами, например? То есть, ну вот именно, да? Вместе с вами. То есть, вы живёте в свекрови. Ответьте на все эти вопросы, Елена. Я думаю, вам станет понятно, в какую сторону вы хотите двигаться. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи. Корректор А.